Чудеса 26 августа, в день памяти святителя Тихона Задонского, в Николаевской епархии торжество. Нашей епархии уже более 20 лет, и более 20 лет ею управляет митрополит Николаевский и Очаковский, Высокопреосвященнейший Петерим. Именно 26 августа, в день памяти святителя Тихона Задонского, Его Высокопреосвященство Петерим отмечает 25-летие архиерейского служения. 25 лет! Много это, мало ли вам судить! Четверть века! Четверть века управления паствой! Слава Богу за все! Благодаря Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастия Святого Духа, буди со всеми вами. Благодарим Господа! 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 Петерима. Вон очолив епархию в червні 1993-го. И с тех пор уже целое поколение виросло под его молитвенную опеку. Сегодня очень многие не понимают, кто зрели и кто не зрели. Некоторые видят совсем по-другому. Но именно зрячие те, которые видят закон Божий, который исполняют и в заповедях Его восходчив взялось. И незрячие те, которые не видят Евангелия, не видят своих грехов, а хвалятся иногда ими, не видят того единого на потребу, которая так необходима каждому человеку. Сегодня великий святильник церкви Тихон Задонский говорит в своем сочинении «Сокровище от мира собираемого». Именно об этом сокровище, которое видят зрячие. И те, которые не видят этого сокровища от мира собираемого, не познают истинного Бога, не участвуют в церковной жизни, не причащаются в отворящих тела и крови Господня, не приходят к исповеди. И это те, которые не хотят видеть вечности, это те, которые очень далеки от духовности и от церковности. Это сразу заметно, когда общаешься с человеком. То ли он просто имеет Бога, как он говорит, в сердце, но кроме того, он больше ничего не имеет, как это слово. То ли он, наоборот, ревностно хочет быть церковным, быть всегда в духовном устроении. Я уже не говорю о тех, которые именно борются против Бога своим житиям, как бы делая вызов всемилостям Богу. Но сегодня важно именно найти это дыхание жизни, найти это единое потребление, о котором сегодня говорит слепец. А он же говорит просто «Господи, помилуй меня, да прозрю». И в этом заключается все. И зрение вечности, и зрение того единого Бога истинного. «Все живут вечны», говорит Иоанн Богуслов, «да знаю тебя, единого истинного Бога, которого ты послал Иисус Христа». В этом заключается весь смысл Евангелия, чтобы жили мы в законе правды, в законе святости. И дай Бог, чтобы наша жизнь всегда соответствовала евангельским началам, которые получают нас, самому главному, жить в любви. Не делай того другому, чего себе не желаешь. Это самая главная линия всех четверых евангельцев, всего Нового Завета. Не в жестокости, не в самонадеянности, не в гордости, что я имею миллиарды, имею там очень много кое-чего. Но я ничего завтра не имею. Вот в этом смысле жизни, чтобы мы единого на потребу искали, как этот слепец. Чтобы мы духовно прозрели и искали истинного Бога, и уже послалися Иисус Христа. В день 25-летия архиерейского служения Владики Петерима на его адресу надійшло багато проветаний из разных куточков свято. А найголовнейше – это спильная молитва, которая не знает кордоней и объединяет сердца. Его Високоприосвященство, Високоприосвященнішему Петериму, Митрополиту Миколаевскому и Очаківскому, Ваше Високоприосвященство, дорогий Владико, сердечно поздравляю вас с 25-летним служением в святительском достоинстве. Нашесть им Святого Духа, Великий Архиерей Христос благословил, вручити вам кормило корабля церковного, щоби управляти, сущих у ньому, до тихої гавані небесної вітчизни, міло оминаючи пагубні хвилі єресей та підгодні рифи розколів. З того часу, всеціло покладаючись на волю Божу, знаходячи вірний орієнтир у священному писанні та святоцівському переданні, ви продовжуєте стояти попереду своєї пастви та спрямовувати хід корабля Миколаївської епархії, здійснюючи велике іерархічне покликання, до якого призвав вас Господь. Молитвено бажаю вашій святині, щоби божественна благодать завжди укріпляла ваші душевні і тілесні сили та дарувала невичерпну наснагу для подальшого архіпастерського служіння на славу Церкви Христової. Многоя і благая вам літа. З любов'ю у Христі, Онуфрій, митрополит Київський всієї України, предстоятель Української православної церкви, 26 серпня 2017 року. Благоденственне і мирне життя, здрав'я і спасіння во всім благое поспечення. Подаш Господі, святійшому патріарху Кирилу, блаженнішому митрополиту Онуфрию, і сохрани, Господі, на многое літа. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! В этот день, 1 сентября, православная церковь совершает память святого мученика Андрея Стратилата. Именно сегодня об этом мы и поговорим с клириком Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы, дьяконом Вадимом. Отец Вадим, будьте добры, мученичество за Христа, это, конечно, если говорить светским языком, это высший пилотаж. И читая сегодня историю мучеников, кажется, что это было так давно, но, тем не менее, одновременно с этим все эти мученики и мученик Андрей Стратилат, память которого мы совершаем 1 сентября, он ведь рядом с нами. Да, конечно, святые мученики, которые пострадали уже давно, очень давно, они всегда присутствуют с нами, помогают своими молитвами, если к ним обращаться. То есть, если молитвенно обращаешься к мученикам, они всегда поддержат, всегда, если в их силах, если нам полезно, будет нам по нашим просьбам. Если проследить историю мученика Андрея Стратилата, он был воин, бесстрашный воин, завоевавший множество побед. Можно ли считать его покровителем воинства сегодняшнего? Конечно, можно. Любой воин, который своей жизнью засвидетельствовал, что он еще и воин Христов, он, конечно, будет и покровительствовать и нынешнему воинству. Потому что кто, как не ему, известны нынешние проблемы, нынешние заботы, воинства. Отец Вадим, нас слушают люди и разных поколений, и разных сословий, и верующих, и неверующих. И будьте добры, слово для наших телезрителей, которое бы объединило всех. Я хотел бы сказать, что сейчас, конечно, в этот миг, в это смутное время, и страхи, и переживания объединяют нас. Хотелось бы, чтобы наши молитвы нас объединяли, чтобы святой Андрей Стратилат помогал нам в этих нелегких временах нашей жизни и покровительствовал, и приносил наши молитвы перед Господом Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok